Всем привет еще раз, с вами сгоревший, уже не доктор, сгоревший на солнце, и это экстренный выпуск, потому что сейчас просто разрывается у меня личка, пишут Эдуард, что нам делать, биткоин вырос, Илон Маск там что-то написал в твиттере, что же он написал в твиттере, давайте посмотрим, так, сейчас, где тут у нас, Коин Телеграф, да, сорян, я на телефоне видел, что он там писал, написал, что я продал всего лишь, где он тут, вот, тут есть такой твит от Коин Телеграфа, Илон Маск написал, это невыносимо, нечто, Тесла продала только 10% своих биткоинов, мы возобновим работу с биткоином, когда хотя бы 50% будут использоваться чистой энергии для майнинга, и в общем-то понесла, сейчас будет памп, Ребята, это даже не твит, это просто ответ Илона Маска на твит в одном из ведущих криптоизданий в мире, но да, это имеет значение, ну, то есть, как бы он оправдывается по большей части, Но давайте мы будем смотреть по факту, конкретно, что есть на графике и принимать уже решение, исходя из технического анализа, раз уж речь идет о торговле, если речь идет о инвестициях, то я уже, я не знаю, я уже устал просто повторять, В районе 30 тысяч долларов покупаем, мы уже должны были купить, уже был, тут мы с вами покупали, здесь можно было купить, здесь можно было купить, для инвестиций уже было три раза за последние несколько недель возможность покупки биткоина, вот, Вторая же часть биткоина, я уже сегодня говорил, где я буду покупать, то есть, я ставлю ордера на 20 тысяч долларов и буду переставлять такой движущийся лимитный ордер, который будет согласно 200-недельного склеящего среднего, Если кто еще не видел прошлое видео, обязательно смотрите, вот, то есть, где в долгосрочной перспективе надо покупать биткоин, но мы сейчас сами находимся в рамках паттерна нисходящий треугольник, Вот, кстати, статистические данные к вероятности, куда будет пробиваться, обратите внимание, давайте вот сейчас даже на более мелкий таймфрейм переключимся, Давайте на часовик переключимся, чтобы вот под микроскопом все это рассмотреть, смотрите-ка, ой, линия нисходящей тенденции, верхняя граница данного треугольника, здесь поддержка, Здесь трижды сопротивление, тут дважды поддержка на часовике, еще раз два сопротивления, еще раз два сопротивления, еще раз сопротивление, и сейчас еще раз касается этой границы, И вот кто там перепуганный, бежит сейчас покупать, ребят, нельзя открывать сейчас лонги, нельзя, их нужно дождаться, когда мы хотя бы прорвем вот эту линию нисходящей тенденции, Закрепимся хотя бы дневной свечой над ней, да, ну сейчас, кстати, неделя заканчивается, вот, через сколько тут у нас получается недельная свеча закроется? Через 4 часа и 41 минуту, вот, если мы увидим закрытие выше этой линии нисходящей тенденции, окей, это будет первое подтверждение для того, чтобы можно было бы открывать лонг, И то, впереди очень много сопротивлений, но это хотя бы вот весомый аргумент для того, чтобы открывать этот лонг, все, что сейчас, если хочется торгануть, да, если прям вот не терпится, очень хочется торговать, Вот это место, как бы сейчас ни звучало, 37500, я уже написал в своем телеграм-канале, кстати, кто еще не подписан, обязательно, вот, подпишитесь, ссылочку оставлю в описании, Тут вот Хомяков немножечко ругался, вот, вправлял им мозги, потому что, ну, реально, некоторые люди прям уже берега путают, мягко говоря, вот, считают, что шортисты виноваты во всех их грехах, а в своем глазу бревна не замечают, в общем-то, писал об этом в своей телеге, Поэтому подписывайтесь обязательно на мою телегу, чтобы не пропускать такие вещи, вот, здесь открывать короткие позиции на до, понимаете, в чем дело, смотрите, просто вот, часовой таймфрейм, ну, вот, да, тут что-то рвануло, какие-то объемы есть, но надо увидеть прорыв с объемами, раз, закрепление дневной свечи, минимум, два, ну, там еще и неделя, да, если мы в течение четырех часов пробьем, это второй момент, Третий фильтр, если будет возвратный ход, вот такое движение обратно, тестирование, уже как поддержки этой линии нисходящей тенденции, на снижающихся объемах, желательно, да, красных, и четвертый фильтр, снова подъем на повышающихся объемах и пробитие этого уровня, да, этого предыдущего максимума, Вот, тогда, вот, эти фильтры все позволяют открывать и усиливать и усиливать свои длинные позиции, со стоп-приказами, естественно, ниже, тут, кстати, можно и на, там, скользящие смотреть, но они на каждом таймфрейме там свои, в общем, не будем сейчас это рассматривать, рассматривали еще в прошлых видео, вчера, позавчера, вот, поэтому, если кто еще не видел мои те обзоры, то смотрите, они, в принципе, все практически еще актуальны, Вот, поэтому, я лично сейчас открываю, открыл уже здесь шорт-позицию, вот тут, вот, со стоп-приказами, если выбьет, ну, окей, есть правила риск-менеджмента, ну, такое бывает, да, потому что мы работаем с вероятностями и 100% никогда не получишь, но, тем не менее, если даже хотя бы 40% у трейдера, да, то же, что хотя бы, 40%, если у трейдера профитные, это просто мега, трейдер, потому что мы выбираем сделки таким образом, чтобы, если нас выбивает в таких местах, если мы не угадываем с трейдом, да, и в итоге он идет в обратную сторону, то мы теряем меньше, чем способны получить потенциали от движения, поэтому, если 40% трейдов удачны и срабатывает тейк-профит, который в разы в нормальной сделке превышает уровень стоп-лосса, да, стоп-приказа, то тогда это просто мега-успешность, вот, нужно это тоже понимать, пока мы, я еще раз повторяю, пока мы не пробьем 20-недельное, просто запомните это, как, я не знаю, как мантру себе в бейте, давайте вот, сма сейчас включим, так, пока мы не пробьем 20-недельное, что он не включил, что я здесь нашел, какое-то сма непонятное, пока мы не пробьем 20-недельное скользящее среднее, какие-то левые смашки, так, ну давайте здесь на этом графике, пока мы не пробьем 20-недельное скользящее среднее, я еще раз хочу сказать, вот, это вот, прям, если брать долгосрочные инвестиции какие-то, говорить о каком-то обновлении хаёв, там, до 100 тысяч долларов, чтобы мы пошли, вот, что говорить, да, что мы будем выше 65 тысяч долларов, вот, чтобы об этом заговорить, нам нужно что увидеть, еще раз повторяю, подъем, пробитие всех этих сопротивлений, которых дофига просто, продъем выше 20-недельного скользящее среднее, которое сейчас на уровне 48 тысяч долларов, и в итоге, в итоге протестировать его как поддержку и увидеть дальнейший рост, потому что при старте нисходящих тенденций очень часто цены возвращаются, не то что очень, они всегда возвращаются в ближайшее время к 20-недельному скользящему среднему, но по итогу это все является ложными пробоями, по факту, по факту мы должны видеть тест этого скользящего, и тогда можно говорить о чем-то, да, вот, допустим, вот здесь, да, мы видим, ну, здесь, правда, был тест, и вот это был ложный сигнал, ну, в любом случае, стоп-приказ нужно ставить подальше, да, через за 20-недельный скользящий, если здесь торговать со стоп-приказами, то абсолютно, ну, да, немножечко можно потерять, например, если бы брать 2014 год, там, рассчитывать на рост, вот здесь, именно в данной ситуации, ну, выбьет по стопу, так он спасет, блин, спасет 90% вашего капитала, ну, вот здесь, да, если хочется больше подтверждений, пожалуйста, пробили 20-недельное скользящее, ложный пробой оказался, опять пробили, протестировали, во, увидели, что оно уже является поддержкой, можем смело заходить, торговать уже, да, то есть видим, что чем больше это происходит, чем чаще, тем уже смелее можно заходить, а до тех пор кричать, там, какой-то шорох происходит в биткоине, все пропало, я, я еще раз повторяю, меня больше всего удивляет и расстраивает то, что люди боятся больше упустить прибыль, чем потерять деньги, это просто нонсенс какой-то, я, честное слово, сколько дней уже, сколько лет на рынке, вот никак не могу перестать этому удивляться, хотя, если бы этого бы не было всего, то на рынке заработать было бы намного сложнее, вот, потому что, вот благодаря вот тому, что вот лезть такие люди и среди бедных, и среди богатых, благодаря этому можно на этом все зарабатывать, потому что рынок это просто абсолютно абсурдное поведение людей, вот, то есть это же абсурд, бояться упустить прибыль больше, чем потерять деньги, это просто абсурд, вы вдумайтесь в это, ладно, все, пока что я лично корочу, если пробьем вот это все дело, да, вот тут можно было бы открыть какой-то лонг, но я лично придерживаюсь мнения, что лонги открывать, пока мы ниже 20-недельного скорящего среднего, это мазохизм, я лично не буду этого делать, я открываю только короткие позиции, я в такой ситуации буду тогда следующую свою короткую позицию открывать у других каких-то сильных уровней, реально самый смелый свой трейд короткий я буду открывать, если увижу отторжение 20-недельного скорящего среднего, если сейчас меня выбьет по стопам, ну окей, буду тогда сидеть, ждать, смотреть, что будет дальше, вот, или же буду открывать короткую позицию, если мы в итоге пробьем 30-ку, потому что там по боковому объему, по горизонтальному объему, давайте мы его включим, просто вакуум, там нет ничего, там нет никаких поддержек, да, давайте посмотрим, ни хрена тут нет, это единственное, что там на 23-х тысячах, может быть, да, как-то диапазон 22-23 тысячи, может быть, что-то удержит, а так, посмотрите, что это такое, вот первые объемы боковые, по крайней мере, на 19 с половиной тысячи, на 20 тысячах появляется, вот, поэтому, ну вот тут, может быть, можно будет там частично фиксануться на 24-25 тысячах долларов, вот, уже полностью покрывать короткую позицию здесь, вот, а как инвестор, я уже, еще раз повторяю, я зашел лично по тридцатке, сейчас зарабатываю доллары и выставляю ордера там, где я говорил в прошлом видео, сегодняшнем, поэтому обязательно его смотрите, все, на этом все, жирного всем профита, не будьте хомяками, смотрим сейчас со всем, следим внимательно, я лично открываю сейчас здесь короткую позицию, ну, выбьет, значит, буду ждать другую, будет у меня другая попытка для входа, вот, если вы не трейдер ни разу, да, и не слышали никогда о правилах контроля над риском, о риск-менеджменте, о, о чем, если это для вас вообще просто какие-то заумные супер слова, то тогда короткие позиции вам, собственно, открывать противопоказанных, сидите и не дергайтесь, все, на этом все, увидимся завтра, пока.